ребята привет у меня есть аквариум и я в нем содержу торнеций и данио водоросли у меня конечно растут только вот эти это как-то не очень охотно и я борюсь с помощью вот этого средства с этими черными водорослями с черной бородой и знаете что я подумаю я подумала а нельзя ли это средство испытать на закрытых системах наших орхидей потому что в закрытых системах горшки быстро изнутри покрываются этими бурыми водорослями сейчас хочу почитать что пишут на обратной стороне этого средства узнать дозировку и попробовать на какой-то из орхидей пролить и посмотреть какой будет эффект но рыбы же и водоросли обычные выживают при добавлении этого средства думаю что корням орхидеи тоже от этого не будет никакой шкоды как думаете пишите в комментариях девчонки а попробовать я хочу на своей джулии посмотрите что у нее тут происходит она конечно тут жирует сейчас я вам покажу ну вот мне не нравится вы когда вот так идите вот так вот весь горшок вот такой видите весь вот в этих бурых водорослях корни растут до низу уже доросли где-то там даже блок корешок не видно в общем что она вытворяет она жирует в закрытой системе растет корни девочки это остатки фундазола до внешняя побелка поэтому ничего страшного вот корни растет растет смотрите вот это вот видите детка одна его смотрите сегодня что нашла детка 2 я вам сейчас вот так покажу вот ее получается центральные листики вот здесь проклюнулась детка на днях а это детка уже вот такая посмотрите какая видите прям не знаю что и сказать жирует барышня жирует девочки написано что эффективно удаляет все типы водорослей мгновенно высвобождение и оптимальное распределение активного компонента я не знаю но там знаете что я смотрю там смотрите какая там дозировка там дозировка я читала 5 миллилитров а вот здесь 5 миллилитров на 10 литров воды ну разве что когда буду аквариум чистить и добавлю туда необходимое количество потом этой аквариумной водой полью не знаю ну вот на литр получается пол миллилитра до на литр пол миллилитра поскольку аж на 0 25 миллилитров на пол литра она чуть-чуть сколько одну капельку просто капнуть попробовать можно начать с одной капельки просто капнуть на небольшое количество поливочной воды там на пол стаканчика на стаканчик капнуть просто как вы думаете тут какая-то специальная формула не знаю девочки и стремно не хочется попробовать девчонки я решилась немножко набрала водички взболтаю надеюсь у ничего с ней не случится я обычно наливаю вот тут вот есть метка на крышечке и на 54 литра аквариума я набираю две с половиной вот эти вот пробочки но сейчас я наберу буквально чуть-чуть водку знаете густое густое наберу там вообще ну совсем чуть-чуть так мне неудобно тут главное внешне все вылью я просто капну все хватит хватит для начала но так шприц побалтыхаем посмотрим девочки вообще надо несколько поливов это я помою в аквариуме несколько поливов надо делать иначе никак иначе никак сейчас 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 наберу пролью ну видите вот такая вот темнота чернота надеюсь у корням ничего не будет вот этой хитрой формулы рыбки плавают водоросли в аквариуме живут он только влияет на разные виды водорослей именно вот эти которые заводятся заводятся на солнце вот еще не знаю девочки так хватит посмотрим посмотрим так иди сюда красотка я вот так буду стараться пролью по чуть-чуть риск благородное дело не знаю девочки вы слышали что кто-то использует эти средства в таких случаях я не слышала но это нас не останавливает даже не видно сколько налила понимаете вот будет интересно вот тут должно быть видно вот есть водичка там набита будет интересно как она подействует на водоросли главное как она подействует на мою орхидею надеюсь что без последствий ну что там одна капелька может и не поможет девочки в общем я вам потом покажу вот вы сейчас видите там темно так докуда вода налилась вот корни почти до низа доросли уже ну вот вода там вот видите вот плещется может вот так потрясти ну посмотрим девчонки ну вы все видите какой горшок посмотрим надеюсь корни не отбросит орхидея ну если что у нас есть верхний ярус корни ну мы же должны с вами попробовать я вам скажу это не моментально это не моментально я в аквариум когда добавляла вот наверное уже сейчас я вам скажу где-то после раза третьего появились изменения вот это вот фигня вся вот там еще даже есть видите вот эти все пещерки были полностью залеплены на каждом камешке на каждом листике но еще есть вот я что-то выключаю свет мало света даю что этот костик лучше себя чувствует ну посмотрим посмотрим девочки начала эксперимент свой ну в нашем деле главное не навредить все давайте в следующий раз сделаю включение посмотрим что происходит как девочки там есть корешок который вот до самого низа дорос видите и он получается вот кончик у него вот такой активный вот он сейчас вот с этим раствором будет в контакте ну посмотрим повлияет на него этот раствор или не и вот еще есть посмотрим повлияет на него это средство или не повлияет хотя концентрацию я конечно дала очень маленькую ну посмотрим аж интересно но если это средство будет помогать это же здорово тут у меня еще манка конечно развелась но я за это не переживаю наша барыне нравится все и она детей тут плодит и в шоке от джули лист у нее такой богатый но девочки после пересадки в закрытую систему она просто видоизменилась преобразилась смотрите какие дети растут на ней вот какое дитё большущие и сегодня смотрю и с одной стороны и здесь дитё два дитя будет растить с ума сойти и листья старые от нехватки влаги были прям желтые а после того как поселилась она в эту систему с моей помощи закрытую она прям такая стала ух вот цветоносы у нее остались от цветения раз два три маленькие здесь мы их не срезаем джулия она продолжает цветоносы в следующем сезоне я ее лечила лечила а тут корешок вроде как идет корешок видите она вот старые корешки позасушивала так и что это у нее а это у нее осмокот там лежит немножко я им подбросила осмокота не всегда же удобряешь осмокот бросила по чуть-чуть и что-то да попадет какая-то вкусняшка и здесь листик растет в общем разошлась ребята делала несколько раз проливы с этим средством ну ничего там такого манка тут у меня разрослась ну как был вот этот налет бурый из водорослей так и остался в принципе наверное надо большее количество раз проливать я не знаю ну корни растут с корнями вообще ничего не приключилось корни вон зеленые все нормально но вот это вот чернота она никуда не девается в общем живет орхочка вместе с этой чернотой и растет себе в общем растет себе корешки растет вот я хочу пролить от этой манки триходермой надо будет заняться следующий полив триходерму развести триходермин что-нибудь с триходермой и пролить потому что надо избавиться от этого кошмара в горшке так что вот так ребят не допомогло ну оно не критично в принципе ну темные стенки да и темные ну шо его сделаешь как есть